Почти 700 спортсменов из Литвы, Молдовы, Украины, Польши, Беларуси и России собрал 60-й юбилейный турнир по легкой атлетике в памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Соревнования традиционно проходят в первые дни декабря и уже стали визитной карточкой Бреста. Брещина сегодня имеет чуть ли не треть состава национальной сборной по легкой атлетике и исходя из этого, может быть и благодаря этому турниру дополнительно, мы показываем, что через спорт можно добиться серьезных, хороших результатов и каким-то образом найти даже себя в жизни. Для нас, для военных и для военнослужащих Брестского гарнизона, для молодежи Брещины это большое знаковое мероприятие, тем более, что принимаем мы, это мероприятие проводится именно здесь, в Бресте, на нашем Манеже, на нашей территории, на нашей Брестской земле. В этом турнире в разные годы выступали сильнейшие легкоатлеты страны. Участники призера Олимпийских игр Павел Лыжин и Наталья Сафронова, Наталья Сазанович и Белая молния Юлия Нестеренко. Из года в год уровень не снижается. Победители состязаний становятся лучшими на соревнованиях европейского и мирового уровня. Ежегодно здесь устанавливается около десятка новых рекордов. Уровень соревнований необычайно высок, отмечают все представители всех стран. Достаточно сказать, что победы и медали все на уровне достижений, результатов своих первенств каждой страны. Легкоатлетический турнир открывает зимний соревновательный сезон и дает возможность молодым атлетам показать свое мастерство в закрытых помещениях. На протяжении многих лет патронаж над соревнованиями осуществляет Белорусская Федерация Легкой Атлетики. Оценивает возможности спортивного резерва, отбирает атлетов для национальной команды. Турнир Карбышева на протяжении уже многих лет является ведущим турниром и самым массовым турниром по легкой атлетике среди юношей в нашей стране. И нам очень приятно, что он сохраняет свои традиции и собирает сильнейших спортсменов. Спортсмены соревнуются в двух возрастных группах и в восьми дисциплинах легкой атлетики. Метание диска копья и молота, толкание ядра, а также прыжках тройным в высоту из шестом. Беговая программа представлена дистанциями 60 метров, гладкими и с барьерами, а также спортивной ходьбой на 3 и 5 тысяч метров. Да, было сложновато, воздух в манеже сухой. Соперники, хотелось бы, чтобы были посильнее. Ну, рад, что первый. Я довольна своим результатом. Я вот на днях приболела, чувствую себя не очень. Я хотела выбежать из восьми, вот так получилось. Уровень, конечно же, здесь большой, соперники серьезные, но мы с соперницами общаемся, то есть поддерживаем друг друга. Так что все хорошо. Состязание проходит в легкоатлетическом манеже и в метательном секторе, расположенном на Грибном канале. Впереди два соревновательных дня и новые рекорды.